Владимир Зеленский прокомментировал атаку на большой десантный корабль «Новочеркасск-Феодосия». Цитата. «Благодаря нашим воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного черноморского флота еще одной посудиной», отметил президент Украины. Об этом мы поговорим далее с нашим следующим гостем в эфире «Фридема» Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Украины. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброго дня. Юрий, это утренняя сводка. Или доброго дна для черноморского подводного. Действительно, утренняя сводка воздушных сил Украины гласит, уничтожены 13 дронов типа «Шахет» и большой десантный корабль «Новочеркасск-Феодосия». Судя по последним кадрам, он уже полностью сгорел, и сейчас идет легкий такой дымок в Феодосии наблюдается. Хочется узнать неких подробностей, особенно нашей аудитории, которая смотрит нас в десятках стран мира. Ну, я думаю, мы дождемся еще фотографии, когда российские граждане или какие-то другие будут делать селфи на фоне этого сгоревшего корабля и еще и выставлять его. Я думаю, там ему мне понять. Ну, действительно, произошло то, что вы уже озвучили, и командующий еще поздней ночью сообщил, что не поздней ночью, а как раз когда это случилось, когда уже было подтверждение, когда был этот ошеломляющий взрыв, который показали местные граждане, там даже какого-то офицера хотят посадить за то, что видео просочилось в соцсети. Ну, это, слава богу, пускай занимается. Вот, и видим, командующий, да, уже подтвердил в 3 часа ночи, что действительно поражен Новочеркасск, большой десантный корабль. Спланирована операция, общая операция, это и вооруженные силы, и гурмедомороны, и служба безопасности. Такие операции планируются очень тщательно, очень все продумывается, нужно понимать, что нужно знать время, место, характер груза, соответственно, средства противовоздушной обороны противника, все это учитывается для того, чтобы нанести удар сокрушительный по другу, чтобы осталось то, что осталось сейчас от этого корабля, вы видите, по снимкам, там уже один скелет фактически остался, ну, и после такого взрыва, я думаю, что инфраструктура, которая вокруг, там, где он стоял, в порту, тоже, наверное, повреждена существенно. Возможно, суда обеспечения, экипаж новочеркасский и так далее. Поэтому действительно отметил командующий работу наших пилотов, бригады тактической авиации, которые нанесли удар крылатыми ракетами, и послав вслед за флагманом Черноморского флота еще один дежурный уже корабль «Новочеркасск». Ну, вот такие вот хорошие новости. Безусловно, там был боекомплект, потому что взрыв был сильный. Этот боекомплект произошла его детонация. Ну, и что было, какой был там характер, может, узнаем попозже немножко, но все-таки есть уже информация о том, что могли оккупанты перевозить там и шахеды, и артиллерийские боеприпасы, и другие типы вооружения. Десантный корабль большой и предназначен для того, чтобы перевозить грузы такого характера. Это и техника, и боеприпасы, и вооружение, и личный состав перевозить именно на такие вот расстояния, как вот есть в Черномазовском море, для переброски на берег. То есть однозначно этот большой десантный корабль действительно использовался сейчас Черноморским флотом Российской Федерации и, собственно, вооруженными силами оккупантов, так? Ну, не зря он стоял в Феодосии, анимно-российской. Значит, все-таки было там какое-то перемещение того груза, о котором мы с вами говорили. И поэтому вот был он поражен, но были такие успешные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok